Курица или яйцо Курица является первопричиной Медиа или общество Медиа формирует общество Путем пропаганды Или общество Требует от медиа то Что они хотят и получают И конечно же правда где-то посередине И с одной стороны пропаганда Со стороны телевидения в основном И с другой стороны пороки общества То есть мы не можем Дать какого-то конкретного ответа Кто на что влияет Ну вот к примеру мы возьмем Недавних фриков Помните ли вы таких Ютуб деятелей Как МС Фоломкин Иван Гамаз Людей которые прославились Исключительно своим идиотизмом Людей которые получили Славу за счет своего Какого-то очень странного образа Помните МС Фоломкина допустим Он заполучил славу за счет Того что вел себе очень странно В интернете Чем привлек себе внимание Получив это внимание Он понял что Нужно как можно больше кривляться Чтобы тебя не забыли И в конце концов мы помним Чем эта вся история закончилась Введением одного предмета В одно очень Темное отверстие И сейчас я Не хочу смеяться над этим Это действительно наверное Какое-то все-таки заболевание Как мне кажется Сейчас Скорее всего Если вы увидите какого-то фрика И он Набирает большую популярность Вы можете не сомневаться в том Что за этой популярностью Стоит четко продуманный план За стримершей Кариной допустим Стояла четкая цель Заработать денег И она изображала себя Такую недалекую бабенку Которая ничего не понимает И нервная Постоянно орет И люди постоянно кидали ей донаты Чтобы она злилась Чтобы она выходила из себя Орала Материлась То есть она Играла с чувствами людей И люди Чтобы получить какое-то чувство Надменности Чувство превосходства От этой девочки Кидали ей деньги И Обзывали ее Выводили ее На конфликт С этими Донатчиками Или как они называются Правильно Если честно Я не в курсе Вы помните Наверное Сериал про Ферамира Который выдумал Целую историю Целый сериал про себя Прямо в режиме онлайн В режиме стрима То за ним охотились То поджигали дверь якобы То он превращался в зомби Умирал и так далее И люди платили за это деньги Чтобы увидеть А что же Произойдет На этот раз И безусловно Только наверное Человек с какими-то Умственными отклонениями Во все это верил Но я Сомневаюсь Что нормальные люди Вообще Могут во все это верить Давайте вспомним Про Мопса Который Собственно Получал тумаки Каждый раз Когда На их Канал Донатили деньги И Здесь Собственно Идет что Игры на пороки В обществе То есть Люди хотят Увидеть Шоу Причем Шоу Такого На грани Фола И За определенные Деньги Зрители Получают Это шоу Шоу Полное пороков Мнимых Страданий Чего то Что является Неестественным Я думаю Что Ничего собственно Со времен Древнего Рима Не изменилось Люди хотят Хлеба и зрелищ Но Вместе с тем Я могу сказать Что Исчезла искренность Искренность Которая была Изначально Искренность Присущая Любому Андеграунду То есть я считаю Что Рано или поздно Я много раз Это повторял Ютуб превратится В телевидение С четкой цензурой С четкими Прописанными Правилами Рамками За которых Нельзя заходить И тогда Появится Какой то новый Видеохостинг Или Не обязательно Видеохостинг Какой нибудь Другое Средство Передачи Своих мыслей И так далее Которое будет В андеграунде К ютубу И это нормально У всего Есть свое Начало И конец Грубо говоря Жизнь И смерть И смерть Одной структуры Дает жизнь Другой И это нормально Раньше Были Газеты После Газет Наступила Эпоха Радио Когда появилось Телевидение Оно Потеснило Радио Сейчас Появился Интернет И он Рано или поздно Вытеснит И телевидение И Совершенно Неудивительно То что Власти Сейчас Делают Упор На интернете Потому что Рано или поздно Произойдет То что В принципе Должно Произойти Телевидение Потеряет Какую-либо Власть Над людьми Как Способ Передачи Информации Который Устарел Уже Никуда Не годен Но Допустим Был Театр После Театра Пришло Эпоха Кино Но Театр Сам по себе Никуда Не делся И Телевидение Будет Существовать Оно Будет Предлагать Что-то Для Человека Но Основным Способом Средства Конечно же Останется И Было бы Глупо Его Не попытаться Контролировать И Здесь Встает Вопрос Свободы Очень Остро И Я думаю Что Там тоже Не будет Никогда Никакой Свободы И Мы Просто Жили В ту эпоху Когда Эта Иллюзия Иллюзия Свободы Была Как никогда Реальна И возвращаясь К тому Вопросу Что на что Влияет Медиа на человек Или человек на Медиа Я По-прежнему Не могу Найти Ответа Нужен Какой-то Баланс Так или Иначе Мы Должны Понимать Что Государство Обязано Влезать Эти Вещи Но С другой Стороны Есть Элементарные Свободы Которые Выбираются А вопрос Действительно Бессмысленный Продукт Тогда В適 Действительно Не более 5 минут Записи Чувак меня занес сюда конечно Продолжение следует...